Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал и конечно сразу же хочется мне вас всех поздравить с прекрасным днем Святого Валентина, Днем Влюбленных. Я вас всех поздравляю, я вас всех очень люблю, это искренне от души, это я обращаюсь к тем людям, которые также ко мне хорошо расположены. И давайте же друг друга поздравлять с этим прекрасным днем, всем любви. Я для вас подготовил новый выпуск, который желательно смотреть от начала до конца и конечно же не забывайте меня поддерживать своими лайками, с подбайками, с сердечками, это все одно и то же. Конечно же комментировать в процессе и не забывать подписываться. Отдельная благодарность и мое сердечко спонсорам этого канала за то, что вы есть, вы вообще наимоверни люды. Дякую всем, всем желаю приятного просмотра, врываемся в новости, погнали! А начну я сегодня с Филиппа Киркорова. Помните, когда случилась та самая скандальная вечеринка у Ивлеевой? Я вам сразу сказал, когда началась отмена, Киркоров поедет на Донбасс, будет там петь песенки и, как говорится, вымаливать прощение. Что и требовалось доказать. Вот, собственно, можете посмотреть, как Филипп Киркоров вымаливает прощение. Он выступил, значит, в Горловке, в Донецкой области. Еще, кстати, пел песню Ирины Билык «Снег», если кто-то вдруг не знал песня. «Снег», которую перепел Киркоров, принадлежит народной артистке Украины Ирине Билык. Именно она ее написала, и музыку, и слова. Именно она ее исполняла, и именно эта версия мне только и нравится. Когда ее перепел Киркоров, мне это не зашло. Но многие, возможно, не знают, что эта песня принадлежит народной артистке Ирине Билык. В общем, спел он эту песню в Горловке, также обратился там ко всем людям, как обычно, все такое прочее. Я патриот, никуда не уеду. Вы, собственно, можете послушать немного спича от Киркорова. В общем, ребят, все очень достаточно предсказуемо, ничего удивительного. Ну и, кстати, он заступился в очередной раз залу Пугачеву, на который уже не первый раз обрушивается гнев обиженной артисты и все остальное, потому что она уехала и потому что якобы не дала им путь на сцену, как это сейчас принято. Многие вдруг проснулись и начали рассказывать о том, как Пугачева там всем перекрывала кислород, и вообще она ужасная и все такое прочее. Придала страну, уехала. И вот что он говорит. Они свой неуспех списывают на то, что Пугачева кого-то там запрещала. Да она только всем всегда помогала. Давала плацдарм, давала стартовую площадку, и потом эти же артисты на нее наезжали. Как не стыдно свою бездарность списывать на Пугачеву, мол, она им что-то запрещала. Ну, вы видите, несмотря на то, что Киркоров поддерживает войну, Алла Пугачева высказалась категорически против, уехала, но, тем не менее, он ее все равно защищает по-прежнему, потому что чувствует, что он ей благодарен за все то, что имеет сегодня. Моя любимка Анастасия Приходько вышла снова на связь и, как всегда, разносит. Да, это она умеет хорошо делать. На этот раз под раздачу попала психолог Наталья Холоденко. Приходько очень возмутила в поведении психолога именно то, что она в своем ТикТоке публиковала ролик, где Наталья Холоденко призвала украинцев не проигрывать внутренне и определять свое будущее вместо того, чтобы падать духом. Вот что она тогда сказала. Наталья Холоденко цитирует. «Пожалуйста, не проигрывайте внутренне, потому что, когда мы проигрываем внутренне, у нас действительно не будет никакого шанса на изменения. Да, сейчас сложная ситуация, но это время, когда мы сами определяем свое будущее. Не экстрасенсы, не астрологи, а конкретно каждый человек, который для себя принял решение. Я борюсь или прогнозирую будущее». Приходько не оценила этого видео психолога. И вообще Анастасия возмущена, что Холоденко из-за границы поучает и рассказывает украинцев, как они должны вести себя в условиях войны. И вообще Холоденко сильно ее раздражает. Она даже этого не скрывала, цитируя Анастасию Приходько. «Если бы вы только знали, как меня раздражает вот этот вот психолог, что она вообще мелет и для кого? Для батальона Монако?» Наталья Холоденко, конечно же, об этом узнала, само собой уже ответила Приходько. Она не понимает, что так сильно задела Анастасию и откуда столько агрессии. Цитирую Наталью Холоденко. Мне только что подписчица переслала, как одна из сбитых летчиц наших певиц в прошлом. Человек петь умеет, но никто не слушает. Как она возмущается о том, что внутренне не сдавайтесь. Мне казалось, что безобидное. Что я сказала? Сказать нельзя, но человека я раздражаю. Я хочу сказать так, что мне нравится раздражать людей. Это прикольно. Раздражаешь, будто бы какая-то энергия телом проходит у этих раздраженных. Я их возвращаю к жизни. Их зависть ко мне мотивирует их двигаться вперед. Вот такие вот новые разборки между психологом Натальей Холоденко и Анастасией Приходько. Дальше будет веселее. Буквально недавно прошла традиционная встреча с короновских номинантов на совместном ланче. 96-я церемония вручения премии «Оскар», напомню, пройдет совсем скоро в ночь с 10 на 11 марта. Ну и, конечно, все звезды, которые номинируются, и не только прибыли на дорожку, показать себя во всей красе, как это принято, фотографии. Но я хочу с вами отметить одного самого главного, по моей личной версии, гостя, потому что эту вечеринку не смог пропустить. Этот очаровательный хвостик, который, между прочим, сыграл в «Анатомии падения» и даже удостоился за это «Каннской собачьей награды». И мы его поздравляем. Его зовут Месси. Вот такой вот хвостатый, пушистый, милый актер, который тоже был на красной дорожке. Мое все внимание, сердечко и «Оскар» отправляются именно ему. Участница кей-поп-группы Blackpink Лиза присоединилась к кастингу третьего сезона «Белый лотос». Представляете? Так что, возможно, она там тоже будет сниматься. Напомню, что Милаш Бикович, который там, также был заявлен ранее, его потом отменили и заменили на болгарского актера. Ну и вот, собственно, теперь новая у нас участница, которая может там же появиться. Говорят, что третий сезон «Белого лотоса» будут снимать в Таиланде. Наверняка будет тоже много красивых локаций, шикарно все будет и супер. Вот я не знаю, правда, появится ли там Дженнифер Кулич, потому что для меня она, конечно же, главная звезда в этом сериале. В первых двух сезонах она невероятно сыграла. Андрей Малахов вдруг вспомнил Сергея Лазарева. Как он им там кровушку их пил, как он себя вел неадекватно, представляете? Это было, когда он на Евровидение шел. Он говорит, мол, у Сергея Лазарева своя какая-то история, позиция, он не ходит на ток-шоу, не дает интервью, нигде не появляется и так далее и тому подобное. Когда он там представлял Россию второй раз, все это было на канале Россия 1, насколько я помню, Анастейша Волочкова, бедная, упаковалась в рояль, 30 минут ждала, потом эффектно выползла оттуда, чтобы сделать приятность Сергею, а он не оценил, начал капризничать, кричать, что это такое? Как это так? Я и Волочкова в одном эфире убрать, вырезать? Это недопустимо, сдаю билеты, никуда не еду. Короче, Малахов сказал, что это просто ужас. Я помню, сколько крови он выпил всем нам, представляете? Ну вот, собственно, можете послушать прямую речь от самого Андрея Малахова, как он вспоминает работу с Сергеем Лазаревым. Очень люблю Сережу, я считаю, его талантливым музыкантом. Но у Сережи есть такая черта, он сначала что-то говорит и делает, а потом сам жалеет, почему он это сделал. Сережа не дает интервью, он не ходит на ток-шоу, у него всегда какая-то позиция, что он делает. Я помню, сколько крови он выпил всем нам, когда он ехал на Евровидение, как у нас Волочкова вылезала из рояля, сидела там 30 минут, чтобы, значит, сделать имюю сюрприз. Дальше Сережа сказал, что он и Волочкова в одной студии никогда не могут существовать, понимаешь? Вырезайте программу, если я не еду на Евровидение, он сдавал билеты, понимаешь? И уже официально весь полностью юбилейный тур Лолиты по городам России отменили. Зрители, конечно же, проинформируют о возврате билета. Как вы поняли, у Лолиты не получилось. Хотя очень странно, почему она еще не поехала в ту же Горловку или еще куда-то, не стала там так же отплясывать. Удивительно. Киркоров там, Лолиты еще нет. Я думаю, что и Ивлеева скоро там тоже появится или нет. Но это все, в общем, не столь важно. А Маргенштерн проиграл суд за нарушение закона об иноагентах. В ноябре прошлого года его оштрафовали на 40 тысяч за то, что он не предоставил отчетность о своем финансировании. Иноагент подал апелляцию, но вот недавно суд оставил ее без удовлетворения, само собой. А ведь это уже второй штраф Моргенштерна, поэтому теперь все будет серьезно. По закону, в случае повторного нарушения после двух административных преступлений наступает уголовная ответственность. Моргенштерн может быть наказан штрафом в размере 300 тысяч рублей либо обязательными работами на срок 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Но так как Моргенштерн, естественно, в Россию не поедет, и там он не находится, то понятное дело, что этого не будет. Обойдутся штрафами. Напомню, что Моргенштерн проживал почти два года в Дубае, а потом его оттуда поперли. Вот сейчас он где-то на Бали или в Таиланде. 50 тысяч человек просто бились за билеты на спектакль Ромео и Джульетта в лондонском Вестенде. Предварительная продажа в театре герцога Йоркского открылась буквально недавно и точно привела бы к массовым беспорядкам. Представляете, как люди рванули на спектакль. А в чем же дело? Откуда такая тяга к искусству, спросите вы? А все просто, потому что роль Ромео в этой постановке играет Том Холланд. Поклонники просто смели все билеты. Они там просто бились за них, чтобы попасть на его выступление. Вот так молодая звезда. Новый секс-символ, которого хотят все увидеть. И билеты как бы достаточно невысокие цены на них. 80-145 фунтов стерлингов. Но я так понимаю, что для Англии это вполне вменяемая цена. Долг Петренко по алиментам достиг уже почти 10 миллионов. Игоря Петренко имеется в виду. Он не платит деньги на двоих сыновей, которые родились у него в браке. Если кто-то не знал, с Екатериной Климовой. Они были женаты на протяжении 10 лет. По данным судебным приставам, у Игоря Петренко накопилась задолженность по алиментам почти в 10 миллионов. Представляете? Он не впервые наплевательски относится к своим обязанностям. В 22-м году он уже накапливал задолженность в размере 6 миллионов и даже смог ее погасить. После этого он пытался через суд снизить размер алиментов, но ему вернули заявление. Вот так, ребята. Не хочет он платить? Господи, ну это же твои дети. Я вот этого всегда не понимал. Ну как можно не платить своим детям? Хотя о чем я говорю, боже мой? Я вырос без отца, которому в принципе было плевать. Какие там алименты? Он вообще никак не присутствовал. И я думаю, что я не один такой в этой жизни. Хотя мне кажется, многие, которые жили с отцами и при этом не получали никакой ни любви, ни поддержки, это, наверное, еще хуже, когда ты живешь без него. Ну мне лично так кажется. Согласны вы со мной или нет? А в Бразилии тем временем проходит традиционный и самый известный в мире карнавал, на который я просто мечтаю попасть. Дело в том, что ежегодно в стране на 4 дня закрываются все учреждения и магазины, и происходит полный расколбас. Карнавал проходит не только в Рио-де-Жанейро, но и в Сан-Паулу, Сальвадоре, Ресифе и многих других крупных городах Бразилии. И даже небольших поселок. В общем, это такое масштабное шоу во всей стране, когда просто гуляют. Это так красиво, это так эффектно, эпично. Такие костюмы, все такие счастливые. Я представляю, какая там энергетика. Мне так хочется побывать там. Я мечтаю. Вот вселенная услышит меня, чтобы я также в прямом эфире на карнавале в Бразилии побывал и вам всю эту красоту показал. А может, все вместе отправимся. Ксюша Собчак обиделась, да. Вам не показалось и не послышалось, она тоже умеет обижаться. Что ее исключили из золотого состава Дома 2. Господи, боже мой. Кому шо, а ею-то? Я бы сказал бы, но не буду, представляете. Цитирую Собчак. На ТНТ вспоминали Дом 2 и его ведущих. А меня там нет и не было никогда. Столько шуток я вытерпела, сколько привязок к прошлому, но теперь все. Спасибо ТНТ за такую чудесную и немелочную. Узнаю почерк, как говорится, цензуру. Но это она адресовала, я так понимаю, тени Кандалаки. Это же вечные такие закадышные подружки, которые не упускают возможность сделать друг другу какую-то пакость. Кого что волнует, а Собчак только это. Я бы на ее месте о другом бы подумал. Например, о том, что из-за нее сотрудники ее сели на 7 лет. И она там все это так преподносила, как она постоянно на связи, там чуть ли не супчики им варила, передавала. Вот мама Тамерлана Бегаева, это бывший сотрудник Собчак, которого посадили на 7 лет тоже, рассказала, как на самом деле себя вела Собчак. И говорит, что Ксения ни разу не связывалась с ее сыном после задержания. Даже женщина однажды ей написала с просьбой выплатить зарплату сына за отработанные им 2 недели. На что Собчак сказала, о каком договоре вы вообще говорите? В общем, послушайте прямую речь мамы Тамерлана Бегаева, бывшего сотрудника Ксении Собчак. Все сидят, она одна только обижается, что ее не включили в золотой состав Дом-2. Собчак, я не знаю, как ты вообще живешь, что у тебя вообще там в душе, кирпичи или как, я не понимаю. Точнее, я могу понять цинизм какой-то здравый, я могу понять любовь к деньгам, но когда ты настолько уже вообще бесчеловечная, это просто за гранью, честно. И даже тут про ее ум можно не говорить. Просто хочется сказать нехорошее слово, я не буду. В общем, слушайте прямую речь маму бывшего сотрудника Собчака. Собчак никогда ему не звонила к Тамику. Тамик с ней никогда не был на прямом контакте. И ни она ему, ни он. Он просто работал у нее по договору. Все. Собчак никогда с нами не связывалась, никакие она условия никогда, она не предлагала ничего, никакой помощи. Более того, даже когда я у нее попросила один раз в телеграмм написала ей, я говорю, все-таки две недели отработал, может, зарплату хотя бы дадите по договору, то, что положено. На что она мне ответила, да, письменно ответила, что о каком договоре вы говорите. Она подставила ребят. Она круто их подставила. Хотя бы она должна была присутствовать, хотя бы она должна была отдать интервью, в суде сказать, да, это мой канал, да, это мои ребята, да, они работают на меня, работали на меня. Я отвечаю за них так же, как и они сейчас сидят, я должна с ними тоже отвечать за это. Она приехала к Чимизову и просила за ребят извинения. То есть тем самым она уже их подставила? Она уже их подставила. И Таник тоже нам писал, мам, ну оставь уже ее, давай уже, ну, бог ей судья. Все, раз уже это произошло, что теперь делать? Как же там поживает Настюшка опасность, она же Ивлеева, после своего скандала со своей вечеринкой? Говорят, что питается она теперь фастфудом, сидит без рекламных контрактов, кинокарьера пошла под откос, то бишь закончилась. Ей сейчас ищут срочную замену во всех проектах, чипсы и газировка ее на стопе. Светская жизнь осталась в прошлом. Настя никуда не выходит. И вот инсайдеры сообщают, что проверку в отношении Ивлеевой сейчас проводит лишь ФНС. Там продолжает рассматривать материалы о недоплате ей налогов на 137 миллионов. Ну и, в общем, говорят, что Ивлеевой будет постепенно возвращаться к привычной жизни, но только после того, как решить все вопросы с налоговой. А пока что она ушла в затишье. Настюшка, мне кажется, нужно садиться на свой дорогой автомобиль, ехать на Донбасс и петь там тоже песни, как это сделала мать-кукушка Аза Бедросовна. Как бы сценарий тут, собственно, один и тот же у всех. Поехали, попели, типа патриоты, типа любим, переживаем, а по факту им всем плевать. Вот поверьте мне, им всем плевать. На вас, на меня и на кого-либо. Они живут своей жизнью, отбитой где-то там в космосе, потому что они там все обдолбятся чем-то, и они уже все, они себя считают великими. Вот и все. Но это мое мнение, с которым вы, конечно же, можете не соглашаться. А это Софи Тернер, впервые вышла в свет с новым бойфрендом Перри Пирсоном. Она начала встречаться с ним после расставания с Джо Джонасом, помните, у них там целые такие разборки, драма была по поводу опеки детей, где им жить, в Британии или в США, ну в общем, вроде как договорились. И вот поклонники уверены, что Пирсон больше подходит Софи, чем Джонас. По их мнению, Джо старше и ниже Тернер. Ну и в общем, они смотрятся замечательно. Я не знаю, кто там кого старше, кто кого там младше, самое главное, чтобы все было у всех замечательно. Я только за это. Шальной Андрей Райзен снова вышел на связь. Нет, на этот раз не переживайте, никого он не проклинает, слава тебе, господи, никого он в этот раз не проклял. Просто он решил пойти, видимо, по пути Вики Бонни. Он себя сравнил с Брэдом Питтом еще, представляете? Говорит, мой коллега, или как, мой одногодка, мужчина, как и я, говорит, сделал себе вот Брэд Питт недавно подтяжку, пластику и все такое прочее. Выглядит прекрасно. Вот я тоже летом собираюсь себе все это проделать. Буду как Брэд Питт, а может быть и лучше. Такой себе, конечно, Андрей Райзен. Ладно, это такое дело. Начал говорить о своей пластике, о пластике Брэда Питта. И потом в конце он зачем-то начал говорить о том, что Юрий Шатунов себе сделал четыре пластики. Вот я не знаю, что с ним происходит. Зачем ты вообще трогаешь человека? Его уже нет. А то он уже все сделал для того, чтобы его свести в могилу и дальше продолжать какую-то грязь слить, понимаете? Сделал он себе эти четыре пластики? Не сделал. Какая вообще кому разница? Вот этого не понимаю. Меня всегда, вот знаете, возмущали люди, и не понимаю я их, которые, вот знаете, бегут, если чем-то за кого-то что-то рассказывают. А вас спросили об этом. У меня даже, вот знаете, когда бывает, на меня обижаются там мои знакомые, он там начинает мне рассказывать какие-то секреты его друзей и знакомых. Я говорю, а зачем ты мне это говоришь? Ну ты же все равно их не знаешь. Я говорю, какая разница? Знаю я их, не знаю. Тебе человек поделился своим сокровенным чем-то. Он доверился тебе. Ты приходишь, как бабка-сплетница, и мне это передаешь. А мне эта информация вообще к чему? Ну понятно, что я никому ее не расскажу, но она мне не нужна, как бы. И тут вообще дело не в этом. Как же доверять людям, которые постоянно, знаете, работают по принципу, по секрету всему свету? Андрей Разин, мне в себе, как обычно, там тоже все стабильно. То ли они эти таблетки пьют, то ли забывают их просто принимать. Мой одногодка, да, который праздновал 60-летие, также и Брэд Питт, сделал ли он пластическую операцию? Да, сделал он пластическую операцию. Именно после 60-ти лет он немножко подтянул глаза, он чуть-чуть подтянул нос, сделал его немножко таким корректным. Посмотрю, может быть, глаза сделаю вот немножко. Люди говорят, надо сделать, поэтому решусь, наверное, летом сделаю. Ну, а Юра Шатунов сделал 4 пластические операции. Так, вернемся к госпитализации Даны Борисовой. Значит, вы помните, да, что недавно она там была госпитализирована по-настоящему или нет, я не в курсе. Но, в общем, у Малахова начался новый сериал, или точнее продолжается с Даной Борисовой. Наверное, просто все темы себя исчерпали. Он решил вернуться к старым героям. Сейчас, наверное, вот сначала Дана Борисова, потом кто, гаген солнцем со своими бабушками, вернется. Короче, она говорит, что она попала в больницу из-за того, что она себе тоже колола тот самый препарат для похудения. О, замик, я не знаю, насколько это правда. По-моему, она всегда такой была. Я просто, если честно, не сильно вникал. Сейчас вот погнала эта тема. И Дана Борисова опять в студию Малахова. Я так понимаю, что месяца на 2, на 3 это все будет. Ну, ничего. Вернемся ненадолго к пани Фарион. Я думаю, многие уже точно знают, кто это. Помните, да, сколько она разных заявлений сделала. Я даже не хочу это все комментировать и повторять, потому что мой язык даже не повернется это все сказать. В общем, после того, как она наделала делов, студенты стали бойкотировать, просить ее отставки, чтобы она ушла с должности профессора. Ее убрал Львовский политехнический институт. Ее сняли. Она там была возмущена, не поняла, почему так происходит. Решила подать апелляцию. Вот суд отказал госпоже Фарион в иске возобновления ее в должности профессора во Львовском политехническом университете. Так что пани Фарион проиграла суд. Ну, а то, что она проиграла как человек, это уже, думаю, каждому из вас так понятно. Хотя, возможно, кто-то на этом канале является ее поклонником, поклонницей, ваше дело личное. Для меня такие люди, как пани Фарион, это просто вообще, это просто дно днищенское. А живущая в Испании Наталья Ветлицкая, если кто-то еще помнит, недавно согласилась выступать в России за 45 где-то 50 тысяч евро. Вот так, по крайней мере, рассказывают источники, что она установила ценник. 50 тысяч евро на корпоративах, при этом компании заказчику Ветлицкая и ее помощнику устроят аудит, выступать перед кем попало, они тоже не будут, не готовы. Вот только непонятно, как это все будет, потому что Наталья Ветлицкая, насколько мне известно, она, по-моему, высказывалась против войны. И дадут ли ей там выступать даже на корпоративах, я что-то сомневаюсь. Или я, может, что-то путаю. Ну, в общем, если хотите пригласить к себе на корпоративу Наталью Ветлицкую, 45-50 тысяч евро, и она подумает, ехать или нет. Симпатичная блондинка рядом с Науми Уоттс, это на самом деле ее 15-летний сын Кай. Буквально недавно они посетили показ бренда в Нью-Йорке. Свой гардероб, но исключительно женский, Кай сменил еще в детстве, если кто-то не знает. Науми Уоттс часто снимала папарацци с Каем, одетым в розовые платья, юбочки и так далее. Об официальной смене пола Кая семья не сообщала, да и имя парень пока носит свое родное, мужское. С отцом Кая Левом Шрайбером Науми рассталась в 2016 году после 11 лет совместного романа проживания. Они воспитывают двоих сыновей. Сейчас она замужем, забили Крудопом. Но, если честно, если бы мне не сказали, что это ее сын, я бы никогда бы не подумал, потому что выглядит он, конечно, как дочь. Но в любом случае, самое главное, что мама его поддерживает, да? Я думаю, что она, конечно, не очень этому рада, но что делать, если это ее ребенок? Куда деваться? Канью Уэст решил ответить всем, потому что его в последнее время хейтят за то, что он постоянно постит свою жену, Бьянку Цензори. Что, мол, зачем? Зачем ты, Канью Уэст, постоянно ее постишь? И он решил всем ответить. Цитирую. Почему я это и публикую? Потому что она делает меня счастливым. Я буду постить свою жену столько, сколько захочу. И вообще, идите вы все, но вы поняли куда. Я уточнять не буду. Канью Уэст в своем репертуаре всех послал и сказал, «Моя жена, буду постить, хочу, мне нравится, вам не нравится». Отвернулись и развернулись и ушли. И не надо мне тут поучать. 71% мужчин подвергались, оказывается, домогательствам со стороны женщин. По крайней мере, такие исследования сделали шотландские ученые. Согласно проведенному опросу, 7 из 10 мужчин хотя бы раз в жизни сталкивались с домогательствами от женщин, от прикосновений, нежелательных поглаживаний, до полноценных дел вот этих интимных, представляете? При этом также говорится, что женщины, которые это делали, чаще всего пользуются недееспособностью мужчины или применяют тактику психологического принуждения. Неоднократные просьбы, намеки, провоцирование, возбуждение и так далее. В общем, жертвы домогательств и всех этих дел впоследствии жаловались на тревогу, депрессию, у них развивался ПТС. Неожиданно вот так вот в Шотландии 7 из 10 мужчин, получается, подвергаются принудительному совокуплению со стороны женщин. Я прям немного удивился. А это первое электронное платье Adobe Primrose. Представили на Нью-Йоркской неделе моды. Невероятные эмоции, конечно, гарантированы всем, особенно если попадаете под дождь, да? Так, если подумать, я надеюсь, там не шандарахнет. Я не знаю, зачем электронные платья, но чисто там, знаете, на сцене где-то выступать, да. В жизни, конечно, это не применишь никак. Как вам платьюшка? Паночки, расскажите, хотите себе такое платье? Оказывается, налоговая закрыла бизнес Светланы Лободы в России. Очень странно, что новость сейчас вот только 2 февраля датируется. 2 февраля 2024 год. Представляете, только вот недавно. У Лободы с ее украинским гражданством закончился срок ВНЖ, и, собственно, его закрыли. Ликвидация вот произошла 2 февраля. Причина прекратил деятельность в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право временного или постоянного проживания в Российской Федерации. Оказывается, до 2 февраля еще оно официально там числилось, но лишь только официально по бумагам и не более того. На самом деле, Лобода, я так понимаю, что там давно никакую деятельность, никакой бизнес не ведет. Алена Блин рассказала, как в 2016 году что-то происходило между украинской и российской делегацией на Евровидение. Как вы знаете, Алена Блин там постоянно ездит как журналистка и так далее. И она говорит, все это началось еще в 2016 году. И тут хочется сказать, Аленушка, ну как это в 2016 году? Как-то с памятью плохо. Все началось еще в конце 2013 года. И продолжилось в 2014. Поэтому такая небольшая поправочка. Ну там все в стиле, как обычно. Я пришла на пресс-конференцию к Джамале. Украинские журналисты на меня там напали. Грубо вырывали микрофон. Сказали, ты там не дойдешь, не доедешь. Угрожали. Мне так было страшно. Я испугалась. Попросила Киркорова меня защитить и все такое прочее. Ученые, значит, провели эксперимент по поводу пыли в доме. И там, оказывается, в пыли находятся разные ужасные вредные штуки, вещества. Все коротко, по-простому, да, вам объясню. Которые могут потом впоследствии привести к серьезным заболеваниям. Поэтому, я думаю, все это и так понимают. Но так лишний раз напомнить. Почему я полы мою каждый день почти, чтобы пыль не собиралась. Но она откуда-то все равно, зараза, берется. Так что, ребята, делайте влажную уборку, чтобы ничего не подхватить. Потому что пыль, это не просто пыль. Это большой вред на самом деле. Ну и последняя новость будет сегодня посвящена шоу ЧБД. Что было дальше нам? Шоураннер, что было дальше, Даша Морозова, рассказала, как попасть в черный список шоу. Например, если человек вышел из зала во время записи, его имя автоматически добавляется в черный список. Такие же правила действуют для зрителей, которые сидят в телефоне. Посещение шоу в качестве зрителя и гостя запрещено блогеру Ксении Дукалис. Почему-то, я не знаю, почему она в черном списке. Напомню, что цена билета на шоу начинается от 5 тысяч. В зрительном зале где-то 150 мест. То есть, только на зрителях ЧБД зарабатывало где-то 750 тысяч за съемочный день. Ну, там условия кабальные. Если вдруг что-то не так сделаете, вас внесут еще за ваши же деньги в черный список. И никогда вы туда не попадете. Не мое шоу, я его не смотрю, оно мне и даром не нужно. Но если кто-то вдруг хотел, собирался, я думаю, вам информация будет интересна. На этом основные новости на сегодня все. Но у нас, как всегда, будет рубрика замечательного, доброго и прекрасного. А потом еще немножечко поговорим, так что не разбегайтесь. Но перед тем, как мы перейдем в рубрику добра, я снова зачитаю мою любимую мантру по поводу лайков, сердечек, фодобаек. Если вы вдруг все-таки еще не сделали этого, самое время прямо сейчас поставить сердечко, лайк, фодобайку. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, рекомендуйте своим друзьям, знакомым, им здесь точно понравится. Большое спасибо, отдельная благодарность всем спонсорам этого канала. Напоминаю, что у вас есть бонус, персональное поздравление от меня. Так что пишите мне в личку в Директ, в Инстаграме, либо на почту, как вам удобно. С удовольствием поздравлю либо вас, либо вашу маму, дочь, сына, кого хотите. В принципе, пользуйтесь этим бонусом. Он есть для вас, мои дорогие, любимые спонсоры. И напоминаю, что любой желающий может также присоединиться и поддержать меня любым удобным для вас способом. Оформить спонсорскую подписку, либо перевести на PayPal, как угодно. В любом случае, я буду благодарен каждому. Но помните, что любая помощь делается от чистого сердца и по желанию. Только так, и по-другому никак. Спасибо всем. Ну а прямо сейчас врываемся в рубрику «Добра». Погнали. Необычная история о том, как мужчина постоянно, периодически спускает вниз птенцов, утят. Дело в том, что мама утка почему-то решила каждый год высиживать яйца на 9 или 10 этаже дома. Представляете? А так как она потом, естественно, сама в полете спускается, а птенчики не могут. Естественно, мужчине пришлось, когда он впервые обнаружил там яйца, помогать ей. И он с помощью ведра спускал ее детенышей. Она их стояла внизу, ждала. Ну и в общем, она настолько привыкла, что теперь вот она каждый раз приезжает и откладывает там яйца. Мужчине ничего не остается, как постоянно спускать этих маленьких птенцов, чтобы они воссоединились с уткой. Вот такая вот странная утка придумала себе, нашла себе раба в виде этого человека. Но он помогает, ему не сложно, и утка благодарна. А вы знаете, что кудрявые свиньи существуют? Познакомьтесь. Единственные пяточки с шерстью породы манголица. Это кудряшка родом из Венгрии. По характеру она безумно добрая, общительная, дружелюбная. По интеллекту их сравнивают с собакой. Она очень умная, сообразительная, а еще сильно привязывается к человеку. Из-за красивой и необычной шерсти издалека может показаться, что вовсе не поросенок, а милый барашек. Отдельное восхищение вызывают поросята, которые рождаются с небольшим вьющимся подшерстком в полоску. Не знаю, как вы, а я, конечно, засмотрелся на них, прям честное слово. Я таких же кудрявых поросят от очков не видел. Вы только гляньте, какие они милые. И снова берегите свои мимиметры. Перед вами новорожденный детеныш редкого древесного кенгуру. Малышка родилась еще прошлой весной. Но показалось только вот недавно. Потому что после 45-дневной беременности и родов, детеныш около года остается в сумке мамы и набирается сил. Кенгуренку надоело сидеть в заточении, и он наконец-то высунулся из сумки и показался всем нам. И мы можем его увидеть, какой же он милый и очаровательный. На сегодняшний день многие виды, всего их 12 редкого животного, охраняются человеком, а некоторые почти исчезли с лица земли. Так что давайте вместе порадуемся за рождение этой молодой морточки. Ведь это прорыв и надежда на восстановление целого вида древесных кенгуру. И мы верим, что так и будет. Потому что люди для этого делают все возможное и невозможно. Вы только посмотрите на это фото. Наша самая любимая рубрика «Фото дня». Как полярный мишка заснул прямо на льдине. Кстати, это еще фото стало победителем международного конкурса «Фотограф дикой природы». Вы только посмотрите, это же не изгенерировали нейросеть, это реальная фотография сделана человеком. И это невероятно. Красота, милота. Вот так они живут, полярные мишки. А в этой истории туристы отправились себе за острыми ощущениями, а в итоге развернули спасательную операцию олененка. Они поехали кататься на каяк. Ну, в общем, вы поняли. И вдруг обнаружили, как в воде плескается маленький олененок. Они, само собой, забыли, зачем они уже приехали. Приехали и начали пытаться его спасти. А так как он был перепуган, естественно, он от них убегал, уплывал. Но, естественно, они понимали, что он не сможет один выбраться. И поэтому они предприняли все меры для того, чтобы все-таки его взять. Они его вытащили, взяли на руки. Ну и потом, в общем, отправили на берег. Он благодарить не стал, но быстро исчез в лесу. А людей мы благодарим за то, что они не проплыли в этой истории. Именно не проплыли мимо. И помогли этому маленькому очаровательному олененку. Ну и последняя история на сегодня только из рубрики «Добра» про наших замечательных котиков. Все любят котиков, а котики очень любят командовать и эксплуатировать нас. Но мы их все равно любим. Вы только посмотрите, как кошечка в этом видео решила тактично напомнить хозяйке, что, по-моему, не время расслабляться, пора просыпаться. Впереди рабочий день, а еще нужно успеть поесть кошечки. Имеется в виду вот такой вот пушистый будильник. Но это невероятно. Котики, есть котики. Обожаю, люблю, не могу. Каждый раз смотрю и просто умеяюсь. На этом рубрика «Добра» на сегодня все. Но видео продолжается, поэтому не разбегайтесь, поболтаем. Кстати, последних два дня, по-моему, понедельник и вторник. Да, понедельник и вторник. Вчера прям такая погода была, честно говоря, плюс 10. Я в шоке был. Выходил на улицу, так тепло было. Понятное дело, что это всего было парочку дней таких. Впереди будут снова морозы. Но все равно приятно. Я уже так обрадовался, думаю, вау, прям весна пришла. Но нет, еще рано. Будут морозы, так что не расслабляйтесь. А еще я идиот. На прошлой неделе постирал зачем-то подушку. Я не знаю, зачем я это сделал. Она у меня уже вторую неделю никак высохнуть не может. Я не знаю, что с ней делать. Я вообще не знаю, что меня дернуло. Вот в какой момент меня переклинило ее постирать. Я не знаю. Не, у меня есть подушка, не переживайте другая. У меня есть на чем спать. Но я зачем-то вот даже не помню, как я это сделал. Видимо, у меня уже совсем кукуха поехала. Я решила, а что мне подушку не постирать? И она никак у меня не может высохнуть. Я уже не знаю, что с ней делать. Потому что нормальные люди либо летом на солнышке выкладывают, оно там хорошо так прогревается и высыхает. Ну, либо имеют сушку, либо сдают всю химчистку. А Иван просто не в адеквате постирал. Она теперь у меня, чувствуя, скоро цветами начнет свистеть. Я ее выкину по итогу. Ненормальный. Ну, ладно. Это не самая большая потеря. Слушай, тем, я вчера просто ржал, извините, по-другому не скажешь так, потому что вот умеют все-таки мои знакомые иногда меня развеселить. Меня вчера так рассмешил мой приятель. Значит, мы с ним общаемся, переписываемся. Он мне рассказывает историю, которая с ним вчера произошла. Он, кстати, тоже, как и я, вечно находит себе какие-то приключения или эти приключения находят его. В чем суть? Рассказываю. Он занимается спортом, ходит в зал регулярно. Он прям спортсмен, спортсмен, выглядит прекрасно. Я ему прям могу только позавидовать его форме. В общем, выглядит он отлично. И значит, после очередной своей тренировки он хотел там скинуть девушке, она попросила фото. Ну и, ну, после того, как он позанимался, в общем, из зала, знаете, как вот эти вот селфи там в зеркале, быстренько. Оно же, знаете, когда только позанимаешься, мышцы все прям в таком вот напряжении. По-особенному все это выглядит. Ну и девушка попросила, скини мне фото. Ну, говорит, окей, сфоткаю, отправлю несколько фото. Он сфоткался и отправил. А еще в этот день у него, значит, был созвон и переписка по поводу работы. Он там общался с девушкой из отдела кадров по поводу работы. Поняли, да? Вот. Потом девушка вечером из зала просит у него фото. Я думаю, что вы уже догадались, да, что произошло. Он отправил фото, но не своей девушке, а другой из отдела кадров. Представляете? Перепутал. Ну, просто не обратил внимания. Она ему звонит, эта девушка из отдела кадров и говорит, спасибо, конечно, за фото. Вы выглядите прекрасно. Спорить не буду. Но вам это вряд ли поможет на собеседовании. Так что завтра мы вас ждем. Я упал просто после этого. Представляете? Говорит, вы выглядите прекрасно. Спасибо за фото, но это было лишнее. И вам это никак не поможет на фотосессии. Ой, господи, на фотосессии. Не поможет вам это никак получить работу. Я просто упал. Говорит, мы по другим критериям отбираем людей. Я смеялся. Я даже сейчас вам рассказываю, мне смешно, потому что это реально вот как? Просто перепутал и не туда отправил. У меня тоже была такая подобная история, когда не туда отправил фотографии, еще что-то, так сказать. Отправил не в тот чат и было неудобно. Я думаю, у вас наверняка такое было. С этими чатами, с этими мессенджерами. Вечно запутаешься, кому чего отправлять. Оно еще, знаете, как бывает? Ты можешь кого-то выбирать. Оно там что-то в каком-то чате или в переписке выскакивает сообщение. Ты уже не видишь. Ты вроде нажимал туда, а оно выскакивает вверх сообщение. И ты, получается, не видя, тыкаешь, отправляешь. Потом такой, опа, добрый вечер. Тебе звонит отдел кадров и благодарит за фото. Он говорит, хорошо, что я был в штанах. Я говорю, хорошо, что ты действительно был в штанах. Потому что это было бы вообще феерично. Говорю, а вообще, мне кажется, у тебя теперь точно все шансы получить эту работу. Ну а как ей не взять тебя на работу? Ну красота же, она же будет любоваться тобой. Я просто упал. Спасибо ему. Он мне прям поднял настроение. Я смеюсь до сих пор. Второй день уже. Ну вот такая вот, знаете, нелепая, смешная история. Самое главное, что он тоже поржал. Кстати, надо будет сегодня написать, спросить, как прошло собеседование. Взяли его на работу или нет? Мне же просто интересно. А ваши истории? С телефонами? Когда вошел не в ту дверь или не в тот чат? Были у вас? Пишите, рассказывайте. Сегодня такой день, знаете, День Святого Валентина. День влюбленных. Хочется что-то позитивное рассказать. Да, мне сегодня не буду никакой грусти, печали. Умничать тоже не буду. Философствовать. Это ни к чему. Хочу вам только всем пожелать любви. Мои дорогие, любимые, уважаемые мной люди. Люди. В первую очередь вы люди. Самые адекватные. Спасибо за то, что вы есть. И за эти два года сумасшедшие этой безумной, кровавой войны вы сохранили в себе человечность. Это говорит о том, что у вас большое сердце, которое способно любить. И я желаю вам, чтобы так же и вас любили. Вот всем. Каждому из вас. Хорошему человеку. И даже если вдруг у вас в жизни, как и у меня, но не сложилось пока что, это не повод огорчаться. Потому что в первую очередь мы должны любить себя. Вот помните об этом. Потому что на первом месте, я уже вчера говорил, всегда мы любим себя, а потом все остальное. Если в вашей жизни нет ваших мужей, жен, партнеров, я вам всем желаю как можно скорее встретить вашего человека. И чтобы у вас все было легко, замечательно, прекрасно, и просто клево и великолепно. Любви вам самой настоящей, взаимной и искренней. От всей души желаю каждому. А если у вас уже есть эта любовь, то я вам желаю, чтобы ваш костер страсти любви никогда не угасал, а как можно больше разрастался и становился все ярче, все больше и больше. Любви вам, мои дорогие, в этот замечательный праздник День влюбленных. И не забудьте себя чем-то побаловать. Обязательно. Если вдруг в вашей жизни было что-то такое, чего бы вы хотели сделать, но долгое время не решались, обязательно это сделайте. Вот не пожалейте ничего. Ни времени, ни денег и вообще никогда ни о чем не жалейте. Вот это вот правило, которого я стал придерживаться последние годы. Я просто понимаю, что лучше сделать и потом не жалеть, чем не сделать и жалеть. Поэтому, ребята, делаем. Собе в первую очередь приятно. Ничего в себе не держим. И только полный вперед. Так что всем вам любви. Любви. Еще раз в любви. Моей любви, я думаю, вам немножечко тоже достанется. Надеюсь, вы ее чувствуете. Я ее пытаюсь передать через экран. Конечно, вы меня не видите, но неважно. Достаточно головса, знаете. Все, ребята. Всех, у кого сегодня еще и день рождения и именины, вообще поздравляю. Еще больше вас с вашим днем. И тоже хочу, помимо любви, еще вам пожелать успех во всем абсолютно. Чтобы вы были счастливыми. Чтобы вы были здоровыми. И вы и ваши близкие. И чтобы у вас все в жизни сложилось так, как вы хотите. И даже лучше этого. И самое главное, чтобы рядом всегда были классные люди. Потому что без людей, ну, никак невозможно. Берегите себя. Мирного неба над головой. С праздником. До завтра. Пока-пока.